Приветствую, друзья, приятно, что смотрите. Меня зовут Алексей Гоман, это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Сегодня с нами, друзья, Константин Сонин, профессор Чикагского университета и лучший экономист Российской Академии Наук 2002-2003 годов. Константин Исакович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Друзья, прежде чем начать, если вы вдруг этого еще не сделали, хотя я прошу вас каждый раз, подпишитесь на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества Дмитрий Гордон и Олеся Бацман и в гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новое интервью. Также уже можете поставить лайк этой беседе авансом, как говорит Евгений Чучеваркин, в крайнем случае заберете этот лайк в конце, если вдруг мы дадим вам какой-то повод для того, чтобы это интервью вам не понравилось. Но мы постараемся этот повод вам не дать. Напишите ваши вопросы, как вы видите, мы стараемся отвечать на них в последующих интервью. Константин Исакович, ну, конечно, начать бы хотел все-таки с вас лично. Вы стали еще одним публичным человеком, на которого в Российской Федерации возбудили уголовное дело по статье о так званых фейках российской армии. Произошло это для наших зрителей, скажем, пару дней назад. Расскажите вкратце, пожалуйста, как вы узнали об этом, какие чувства вообще, мысли по этому поводу? Ну, я узнал, потому что я получил много разных сообщений от друзей, которые... Я был на конференции, а люди, видимо, сидели, смотрели за новостями, и там это прошло в новостях. И так что все, что я об этом знаю, я знаю из новостей. То есть за что именно, какие причины возбуждения уголовного дела вам доподлинно тоже неизвестно? Ну, в новостях написано, что это за какие-то посты в апреле и июне, которые я копировал в Телеграм из своего Фейсбук. У меня Фейсбук – это основное средство медиакоммуникации на русском, а в Телеграме я просто копирую то, что я пишу в Фейсбуке. Я писал посты про Бучу, про расследование «Нью-Йорк Таймс», когда российские военнослужащие убили мирных жителей, убили женщин и детей в киевском пригороде. Я писал про эти расследования, я писал про российские бомбежки театра в Мариуполе, где укрылись тоже безоружные мариупольцы. Поэтому я думаю, что это за эти посты. То есть это признание за то, что вы говорили правду, вы так полагаете? Да, я думаю, что никакого смысла в этом деле, кроме как в контексте того, что там Путин и его шайка пытаются удержаться у власти, и, соответственно, им важно, чтобы люди не знали об их преступлениях, о преступлениях, совершенных солдатами, которым они отдали приказ войти в Украину, что вот это ключевая причина всех этих фальшивых дел. Вот, друзья, все больше дел по этой статье в Российской Федерации возбуждается. Константин Иосакович, мы с нашими зрителями и людьми, с которыми мы общаемся на нашей медиаплощадке, много раз обсуждали историю с отцом девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок из города Ефремова Тульской области. Вот сегодня эта история получила развитие, этот мужчина получил два года тюрьмы, это еще сроком узкостили из-за того, что он отец-одиночка. Девочка в итоге поедет в детский дом, все из-за того, если кто пропустил, она в школе нарисовала антивоенный какой-то рисунок, там флаг Украины был тоже, какая-то ракета, и директор этой школы вызвала силовиков, которые, собственно говоря, решили присмотреться к отцу этой девочки, и в итоге оказалось, что он тоже какие-то посты публиковал. В общем, два года тюрьмы. Вот то, что эти дела... Я надеюсь, что и директорка этой школы, и следователи, и судья, которые вынесли эти приговоры, вот те люди, члены комиссии, которые отправили девочку в детдом, что они все понесут наказание, они совершили преступление, то, что их сейчас не наказывают, то, что сейчас перспектив нет, их накажут, как наказали преступников фашистской Германии после того, как Гитлер был побежден. Вот точно так же и у меня нет сомнений, что эти люди, они все понесут наказание. Ну, там, я не думаю, что их посадят в тюрьму, но они совершили преступление, преследуя отца и девочку, и они понесут наказание. Будем на это надеяться. Константин Исакович, знаю, вы были недавно в Киеве, читали там лекцию, слышали воздушную тревогу в городе? Ну, в эти дни было много воздушных тревог, налет был только один в первый день, когда я приехал, когда мой поезд подъезжал к Киеву, в этот день были налеты и попадания, в остальные дни было много воздушных тревог, в один день было четыре воздушных тревоги, но ни разу налетов никаких не было. Но это вы первый раз за время полномасштабного вторжения были на территории Украины, верно? Да. Какие чувства, когда слышишь воздушную тревогу и понимаешь, что это не учение и не проверка работоспособности систем? Ну, понимаете, последний год я провел, следя за новостями из Украины, следя за тем, что происходит там и с моими друзьями, и с теми людьми, с которыми я не знаком, поэтому не сказать, что это было прямо сюрпризом. Я знал, в каких условиях живут киевляне, в каких условиях работает Киевская школа экономики, в том, что, конечно, по тревоге все спускаются в бомбоубежище, может быть, там, когда люди в своих частных домах или в гостинице, не все спускаются в бомбоубежище по тревоге, но в ВУЗе, конечно, все занятия тут же переносились в специально оборудованное бомбоубежище. Ну, я себе это представлял так. Я просто помню в детстве, я сам родом из Харькова, и вот там регулярно, примерно раз в пару месяцев проводили испытания, ну, то есть проверяли работоспособность вот этой самой системы оповещения о воздушной тревоге. Помню, как вылили эти сирены, на них никто внимания не обращал, на самом деле, потому что все знали, что это проверка. И вот когда я услышал первый раз сирену год назад и понял, что есть реальная опасность, это как-то слышалось, ощущалось совсем по-другому. Я думал, на вас это тоже произведет впечатление. Да, конечно, но я же говорил, все-таки это было не в тот момент, когда я впервые услышал об этой тревоге, я уже знал, что я уже участвовал во всех дискуссиях про оборудование бомбоубежища, и мы, наша семья тоже жертвовала деньги на то, чтобы оборудовались бомбоубежища. Поэтому я себе все-таки это представлял. Вот да, вы правильно заметили, тревоги звучат регулярно, в том числе и в украинской столице, в свежих сводках британской разведки Института изучения американского войны. Звучат тезисы о том, что Путин таки все же считает до сих пор, что может победить Украину военным путем. Вот цитата у меня из «Затяжной войной сломив волю Украины после того, как Запад прекратит поддержку Киева». О поддержке Запада мы еще поговорим, но как вы считаете, судя по действиям Кремля, действительно планировать затяжную войну? Я считаю, что это ключевая вещь, что Путин совершенно неадекватен. То, что он делает, и вторжение, которое началось, вот те люди, ближайшие советники, Патрушев, Шойгу, то есть помимо того, что это проходимцы, воры, жулики, это люди абсолютно неадекватные. Они неадекватно оценивали, что такое Украина, что такое украинские вооруженные силы, какая будет реакция Запада в феврале 2022 года. Они по-прежнему совершенно неадекватны по оценкам сейчас. Это просто смехотворно, на каких основаниях, вот то, что себе там Путин выдумывает, на каких основаниях он продолжает войну. Вот вы вспомнили, кстати, о Патрушеве. Я хотел этот вопрос позже задать, но давайте обсудим сразу. Дал он новое интервью глава российского Совбеза. Говорил многое о превосходстве духовном России над Западом. Зацепил и тему США, конечно же. Рассказал об каком-то уникальном оружии, которое способно раз и навсегда уничтожить Соединенные Штаты. И пригрозил, что Россия, мол, уже два раза предотвращала распад Соединенных Штатов Америки. И в этот раз помогать им не будут, когда Штаты... С одной стороны, нормальное чувство. Это все равно, что слушать Гиммлера. То есть я слушаю военного преступника. Человек, который ответственен за смерть тысяч мирных украинцев, за бомбежки городов, за убийство мирных жителей, за гибель десятков тысяч солдат и украинских, и русских. Это часть того решения, как замечательно сказал Евгений Ройзман, страну об стену. Про Путина Патрушев тоже соучастник этого. Но с другой стороны, меня охватывает стыд. Да, Россия все-таки огромная страна с великой историей. Понимаете, такой идиот, прям клинический идиот возглавляет Совет Безопасности. Понимаете, это как бы даже если бы я вот с таким стариком разговаривался у подъезда, ну я бы там покрутил головой, дед, меньше телевизора надо смотреть. Да, и как бы этот человек отвечает за госбезопасность. Ну понятно, он госбезопасность России уже уничтожил как бы полностью. То есть понятно, что в этой войне погибло больше русских, чем если бы у нас вообще никакой госбезопасности не было, и каждый день был бы теракт, и все равно погибло бы меньше людей, чем погибло на войне. Но он как бы по-прежнему вылезает с этим бредом на медиа, дает интервью. Я же говорю, что нужно бы испытывать ненависть, а я испытываю постоянный стыд. Ну вы как думаете, эти тезисы, которые он озвучивает, это действительно его позиция? Конечно, это действительно его позиция. Я же говорю, в том-то и ужас, что он такой дебил и есть, и же по тем действиям, которые они предпринимают, по тем, как они вводили войска, по тем, как они готовились к парадам, по тем, как они готовились к каким-то мирным протестам, думая, что пройдут украинскую армию за несколько часов. Вот правильно, это из точно того дебилизма, который он выкидывает на страницы газет, он и решения принимает именно те же самые. Да, у меня схожее очень чувство. Давайте вернемся к планам России на затяжную войну. Вот аналитики Deutsche Welle пишут о том, что Россия, собственно говоря, уже де-факто перешла на экономику, которая работает под знаком войны с Украиной, то есть де-факто военную экономику. Согласны ли вы с этим и в чем это выражается? Ну, я бы сказал, что она перешла в значительно более военную экономику, чем раньше. Соответственно, что происходит? Производится гораздо больше, гораздо больше, во всяком случае, тратится гораздо больше денег на производство танков, производство вооружений, транспортировку. Огромные деньги тратятся на зарплату военным, которые воюют в Украине. Огромные расходы на квазичастные организации, которые воюют вместо войск в Украине, типа ЧВК «Вагнер». Значит, конечно, все эти расходы, они входят в ВВП, поэтому ВВП упал не сильно, но эти расходы, конечно, совершенно непроизводительные. Понимаете, если вы построили танк, это там плюс 10 миллионов долларов к ВВП или 50 миллионов долларов, это большой вклад в ВВП. Когда танк сгорел, это из ВВП не вычитается, потому что ВВП – это поток, а существующий танк – это запас. Соответственно, цифры, что ВВП упало немного, они хорошие, но потребление населения упало сильно, уровень жизни упал сильно, качество жизни упало сильно, не случайно сотни тысяч россиян сбежали из России и стали беженцами за последний год. Россию никто не бомбит, и тем не менее сотни тысяч людей из России побежали. То есть это показывает, насколько ухудшился уровень жизни. Ну, я, честно говоря, не думаю, что так может долго продолжаться, я не думаю, что будет там революция в течение ближайших лет, но что-нибудь типа вот распада государства по образцу 16-го года, по образцу 91-го года, я бы вот это ожидал. Поэтому, когда говорят, что Путин рассчитывает на долгую войну, я же говорю, это вот как бы в своем, в своих бредовых фантазиях он может рассчитывать на долгую войну, но нет у него этих двух лет или трех лет. Ну вот о казне еще российской давайте поговорим. Мы понимаем, что санкции, они хоть и уничтожили российскую экономику, так как, может быть, некоторые этого хотели, однако существенно ограничили прибыль, ограничили эту экономику. Хотелось бы ваше мнение услышать, то есть в каких отраслях действительно антироссийские санкции сработали так, как Запад планировал, и где они ударились сильно, а где все-таки Кремлю удалось найти какие-то обходные пути, и какой-то итог, то есть вот тех денег, которые сейчас имеет Кремль, которые сейчас он зарабатывает. Да, насколько в перспективе, если так все будет дальше продолжаться, может хватить денег на вот это постоянное вливание в ВПК, постоянную закупку производства вооружения? Смотрите, я считаю, что это разные вопросы. Санкции, конечно, действуют, и даже если в результате санкций нашелся какой-то обходной путь, какой-то серый импорт, все равно удалось провести детали через Иран, через Турцию, через Китай, это не значит, что санкции не действуют, они все равно действуют, это все равно значит, что за ту же деталь пришлось заплатить больше, пришлось заплатить больше посредникам, значит, потрачено больше денег, куплено меньше деталей. Но мне кажется, что логика, насколько хватит денег продолжать войну, да навсегда хватит денег продолжать войну, потому что мы видели, как совершенно нищие страны, страны в тяжелой экономической ситуации могут продолжать войну. И я думаю, что так, чтобы Россия физически не могла воевать, не было денег, чтобы посылать солдаты, танки в Украину, это к этому не близко. Я думаю, что конец Путину придет от распада его власти. Кстати, о тех, давайте поговорим, кто может принять участие в распаде этой самой власти. Ударили санкции, как я понимаю, по крупному бизнесу. Недавно еще Путин решил обложить крупных бизнесменов оброком на сверхприбыль и предложил им внести добровольный взнос в бюджет. Как думаете, как вообще санкции ударили по тем, кого называют олигархами, и как они вообще отнеслись к этой идее Путина об этих добровольных взносах со сверхприбыли? Поделиться, чтобы компенсировать, какие-то выводы. Я думаю, что практически все они обеднели, кроме небольшого количества людей, у которых прямо бизнес в оборонной промышленности, остальные обеднели. Кто-то что-то выиграл из-за того, что, например, ушли западные конкуренты, это значит, твоему бизнесу стало больше спроса, больше рынок, но все потеряли, может быть, не до конца даже потеряли свои вклады за границей, свои виллы за границей, но также их жизнь изменилась навсегда, потому что даже если кто-то не попал под санкции, все равно внимание к их виллам теперь на всю их оставшуюся жизнь будет гораздо больше. Каждый раз, когда их дети будут пересекать границу, их будут пропускать, их не будут преследовать, но они не будут знать, что пограничник видит, потому что они все теперь будут навсегда отмаркированы как олигархи, соучастники русско-украинской войны. И многие просто потеряли много денег. Я думаю, что все бизнесмены, они так или иначе Путина ненавидят и мечтают о том, чтобы от него избавиться. Другое дело, что мы знаем исторически, что от таких мечт само по себе ничего не происходит и так может быть, что лидера все ненавидят, как ненавидели Гитлера в последние годы, и тем не менее он удерживается у власти. Путин недавно выступал перед Союзом предпринимателей, и там из первой двадцатки российского Форбс, то есть из самых крупных бизнесменов, присутствовало только шесть. Как вы думаете, это совпадение, или это был определенный демарш, не пришли на эту встречу? Ну, я думаю, что люди пытались увернуться, как могли, и пришли на эту встречу, и те, кто одновременно независим, и мне кажется, что люди, у которых самый бесконечный запас безразличия к тому, что происходит, люди, которые могут просто сидеть с таким напряженно-внимательным лицом и думать о чем-то другом, я уверен, что каждого из них индивидуально тошнит от Путина как бы просто до невозможности. Мне кажется, и он это почувствовал, он же как бы так себя немного истерически повел на встречу с бизнесменами, мне кажется, он почувствовал, насколько негативно к нему относятся, и вот это у него была реакция на это. Вот еще любопытно ваше мнение услышать в Украине. Раньше часто слышали мы такие фразы, что страной руководят олигархи, бизнесмены крупные, они ставят своих политиков, руководят партиями, фракциями в парламенте. А вот если говорить о России, крупные олигархи, то есть крупный бизнес, те, кого называют, привыкли называть олигархами, они сейчас подчиняются Путину или они могут быть той силой, которая влияет на президента Российской Федерации? Я думаю, что это всегда было сказкой, что российские олигархи что-то там самостоятельно решают. Я думаю, что они играли большую роль в 90-е годы, где-то с начала 2000-х они эту роль играть полностью перестали. И я абсолютно, абсолютно уверен, что как бы подавляющее большинство бизнесменов, все бизнесмены, и там те, кого я знаю из российских миллиардеров, и те, кого я не знаю, они, конечно, против войны, они против войны как бизнесмены, потому что война это для подавляющего большего количества бизнесменов это плохо, они как граждане, как люди, они против войны. Многие из них просто считали и привыкли, они вот приняли этот путинский договор, что у вас вместо сотен миллионов становятся миллиарды, но вы ни во что не вмешиваетесь. Ну и, на мой взгляд, они тоже ответственны в том смысле, что, может, они и могли что-то сделать, может быть, если бы они в морде твердо и публично сказали бы, что нет, война это против интересов России, это плохо, это не нужно, может быть, если бы это Волош сказал, глава Яндекса, может быть, если бы это Лисин сказал, самый богатый человек Мордашов, Дерипаска, может быть, у них бы стало чуть-чуть миллиардов меньше, но зато не было бы войны, и гораздо лучше было бы и России, и им тоже. Вот вы говорите, что общаетесь с некоторыми из представителей. Я знаю, в Москве, когда я работал в Москве, то я встречался, ну, в основном по вопросам, связанным с их поддержкой образования, еще. Почему я про многих из них думаю хорошо, потому что я их знаю, это лично со стороны, когда они поддерживали хорошие проекты, хорошие дела. Но вот эти люди, они могут стать реальной оппозицией Путину в будущем, если будет дальнейшее видеть, ну, что они теряют деньги, например, да, они в них нет изоляции. Я бы не рассчитывал, что они могут быть оппозицией. Вот я думаю, что максимум, на что можно на них рассчитывать, что они, конечно, хотят, хотят, чтобы была какая-то альтернатива при первой возможности, что появится какая-то альтернатива. Если этому можно будет помочь деньгами, то они, я думаю, будут помогать. Просто не во всех ситуациях деньги могут помочь. Что они еще могут сделать? Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде, чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. и теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Наши некоторые гости говорят о том, что как раз альтернативой вероятно, с большей вероятностью может стать не представитель кого-нибудь из так называемых демократических сил, то есть людей, которых сейчас зовут и на Мюнхенскую конференцию как представителей России. То есть это позиция в эмиграции в большинстве своем. А реальные позиции могут стать те, кто владеет физической силой. То есть те, у кого под штыком есть там тысячи людей. Те, у кого есть реальная власть на сейчас уже внутри России. Как вы считаете, может быть ли быть оппозиция либеральной в России, которая сможет противопоставить себя Путину или все-таки оппозицию, которой придется поддерживать вот этим самым бизнесменом, например, это будет какой-нибудь образный Пригожин со своими головорезами? Я могу сказать, что исторически по-разному бывало. И, конечно, были примеры, когда люди из интеллектуальной оппозиции, они становились лидерами и в Чехословакии, и когда это было в Чехословакии, и в Польше вот 30 лет назад при распаде коммунистических режимов вполне так было, что люди, за которыми не стояло никаких танков, они становились лидерами движения, лидерами стран. Конечно, это во всех случаях опиралось и на то, что на поддержку каких-то там частей силовых структур, возможно, части армии. Понимаете, многих людей в армии, в силовых структурах, они в каком-то смысле готовы поддержать любого национального лидера. То есть, они сейчас поддерживают Путина, но если бы была альтернатива, они бы, может быть, я думаю, уже с удовольствием бы поддержали его. Просто пока альтернативы нет, а вот без альтернативы выступить против Путина это никто не может. Вернуться хотел бы к нашей одной из первых тем, о том, что Путин, если планирует вести действительно, как утверждают американские институты изучения войны, планирует вести затяжную войну, то он наверняка рассчитывает на то, что интерес и помощь Запада Украине, в том числе военной и финансовой, в таких масштабах, как она и сейчас, будет снижаться. Как вы считаете, действительно ли на это рассчитывает Путин? И потому, что сейчас происходит, например, на примере Соединенных Штатов, действительно ли эта поддержка может существенно уменьшиться в каком-то обозримом будущем? Посмотрите, это как бы такой путинский бред, путинские фантазии. Вот у него были фантазии перед вторжением, что Запад, что Западная Европа, что США не поддержат. Интересно, что даже его притворные политологи, вот люди там из института, прости господи, США и Канады, ему притворные политологи предсказывали все правильно. Они ему писали в своих меморандумах, что будет очень массовая поддержка, будет сильная поддержка, будет много денег, независимо от того, кто будет президентом. Они это писали. Там эксперты по Китаю, даже самые притворные эксперты писали, не надо выдумывать, что Китай бросится. Они писали другими словами, но они писали совершенно четко, что Китай будет делать то, что выгодно Китаю, а не то, что выдумывает Путин выгодно ему. И, соответственно, вот и сейчас нет никаких просто показаний к тому, чтобы снизилась военная, финансовая, гуманитарная поддержка Запада Украины. Наоборот, может сильно увеличиться, может быть, с возможностями украинской армии, увеличится возможность передачи более современных видов вооружений и интегрированных систем. Возможно, если изменится в худшую сторону для Украины обстановка на фронте, возможно, что там польские войска или финские войска будут воевать за украинскую армию. То есть, я вижу много способов, много вариантов, при которых поддержка вырастет, но не вижу почему можно предполагать, что она упадет. Это вот как бы Путин, у него такой триумф воли постоянный, как у Гитлера. Он все время опирается на то, что ему хочется, чтобы было. Что вот если я хочу, чтобы продолжать войну, то тогда я выдумываю, что это я просто жду, что поддержка Запада упадет. Хотя нет никаких показаний к тому, что поддержка Запада упадет. В следующем году, впрочем, как и в России, в Соединенных Штатах будут выборы, вы как человек, который там сейчас живете и наверняка знакомы хорошо с внутренней политической ситуацией, каковы шансы о том, что, например, тот же Байден или хотя бы демократы будут переизбраны на новый срок? И вообще, может, у вас есть какие-то инсайды, собирается ли Байден действительно? Может быть, не инсайды, но у меня есть экспертиза, и я вам, как и ученый, как и специалист по политической экономике, скажу, что научный прогноз это то, что у Байдена примерно 50% шансы на переизбрание. На этой стадии из тех данных, которые есть, шансы республиканца и демократа 50 на 50. Это я не говорю про то, что есть еще некоторый шанс, который трудно оценивать в вероятностных терминах. Это что президент Байден не пойдет на перевыборы, потому что это трудно оценивать, потому что это его собственное решение. Он может решить не пойти. Раз в 40 лет действующий американский президент решает, что хотя возможность переизбираться есть, лучше не переизбираться. И я считаю, что есть к этому и индикации, и в этом есть смысл. Но вот с этой оговоркой это 50 на 50. Но я хочу сказать, что важно, что поддержка Украине в том объеме, в котором она сейчас происходит, это не зависит от итогов президентских выборов в США в 2024 году. Ну мы же в любом случае слышим контроверсионные заявления от представителей некоторых республиканской партии и с их приходом к власти. Я не говорю, что эта поддержка сойдет на ноль, но на нет. Но уменьшится, наверное, перспектива такая есть. Америка это страна с очень большим разнообразием политических взглядов. Более того, у них редко бывает хоть какое-то единогласие. Понимаете, они никогда, например, не избирали президента больше 60% голосов. То есть, какой бы у них не был самый любимый, самый лучший президент, за его оппонента проголосовало 40%. И за оппозицию на следующих выборах будет голосовать не меньше 40%. То есть, для Америки быть разделенной по каким-то вопросам это абсолютно стандартная ситуация. И как бы было бы странно, если бы у них там не было десятков миллионов людей, которые считают, что не нужно поддерживать Украину. Да, но большая часть, подавляющее большинство политиков и значительное большинство населения и именно как бы большинство, которое имеет значение, оно поддерживает и никаких индикаций к тому, что эта поддержка снижается. Вот вы говорите, кстати, что такая разница в взглядах и поляризация определенное общество. Может, об этом как раз говорил Патрушев, говорил о том, что вот смотрите, какое не единое государство, то есть о том, что у них разнообразность политических взглядов, в отличие от Российской Федерации, где мы видим суммарные проценты, когда считают ЦВК, то они превышают 100%. Может быть, это в упрек даже Соединенным Штатам ставил Патрушев. Понимаете, он человек и глупый, и идеологизированный, и малоинформированный. Он как бы данные, может быть, ему приносит по выборам США, как приносили по выборам Украины, а он их не понимает. Он не понимает, что они значат. Он их не понимает в историческом контексте, он их не понимает в современном контексте. Ему как бы хочется из этих данных извлечь вот то, что нужно Путину. Он специалист по этому. Он извлекает о том, что у них там какой-то раскол в обществе, хотя если посмотреть на данные за 200 лет, у них вот такой раскол, как сейчас, у них всегда такой раскол. У них последние избирательные кампании, да, Трамп с Байденом обменялись очень резкими репликами. Но по сравнению с 19 веком это все детские шутки. Они не обвинили друг друга, что кто-то ест младенцев, они не нашли друг у друга любовниц, как тогда было нормально. как бы они друг друга мало обвиняли в шпионаже. Это часть американской жизни. Патрушев, как я же говорю, человек и старый, и идеологически неспособный учиться, он этого не понимает, это для него незнакомая вещь. И, соответственно, вот он свои бредовые рекомендации основывает на своем непонимании. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписывают для вас книги. Но уже осталось немного, слава Богу. На сегодня немного. Олга. Вот, кстати, о Соединенных Штатах недавно высказался и Дмитрий Медведев. Раз уж мы пошли по российскому так называемому эстеблишменту, очень перевозбудился бывший президент Российской Федерации по поводу заявлений Дональда Трампа о его готовящемся аресте. Значит, Дмитрий Медведев вообще призвал американцев, цитирую, покончить с диктатурой Вашингтона и идти в бой против свина-укрофилов Байденов. Какой, насколько вообще сильной информационной бомбой для Соединенных Штатов и для России стали вот эти заявления бывшего президента Соединенных Штатов о его возможном аресте? Значит, ну, смотрите, первое. Во-первых, про Медведева. Понимаете, я экономист, я защищал диссертацию по алгебре, да, вам нужен какой-то там то ли психиатр, то ли специалист по алкоголю, я не знаю, пьет он или просто у него в голове такая каша, что он выглядит как будто пьет, но это точно тут не экономист, не политэкономист, не политолог, чтобы комментировать Медведева не нужен. Это нужен какой-то другой специалист. Значит, про заявление Трампа. Трамп президент очень, Трамп и президент был необычный, и политик очень, очень необычный. В частности, он, как бы, его общение с теми, кто его поддерживает, оно носит очень такой символический перформативный характер. Например, вы знаете, когда он избирался первый раз, его ключевым обещанием было построить стену с Мексикой. Это было поддержано. Значит, я не знаю, знаете ли вы, что сейчас люди, которые поддерживают Трампа, говорят, как бы, почему они сейчас поддерживают его. Они говорят, потому что он выполняет свои обещания. Он, конечно, никакой стены не построено, да, но вот они говорят, он выполняет свои обещания. Это не значит, что они обманываются, это значит, что происходит некоторое такое символическое общение постоянно между Трампом и его сторонниками. Он, как бы, таким образом, вот, говоря про стену с Мексикой, говоря про Путина, он им говорит, что я чувствую вашу боль, я чувствую то, как вы несчастливы по отношению к истеблишменту. Вот, как бы, ничего глубже в этом нет. Если бы он вот это сказал, то мы бы это даже особенно не обсуждали. Но он это делает с помощью вот таких очень ярких перформативных символов. А к чему тогда вот эти заявления, например? Люди, которые за этим не наблюдают, они возбуждаются, вот там Трамп что-то такое сказал. Ну, вот вспомните про стену и про то, что главная причина поддержки его сейчас это то, что он всегда выполняет свои обещания. А вот эти заявления по поводу того, что Трамп намеден назвал Путина умным человеком, который на самом деле хочет мира. Это правда у Путина, у некоторых политиков американских такое представление о Путине существует? Или это опять-таки игратом с электоратом? Вот смотрите, на протяжении многих лет всей карьеры Дональда Трампа человек, который очень... Вот его противники, они скажут, он всех обманывал. Его сторонники скажут, он очень хорошо использовал свои преимущества. То есть, например, если была возможность не платить тем, кто поставил его организацию, он им не платил. Была возможность не заплатить бывшим сотрудникам, не заплатил. Была возможность дефолтнуться по долгам банку, объявлял дефолт. Вот понимаете, вот точно так же, как с этими контракторами, с этими банками, с этими вкладчиками, вот точно так же он общался с Путиным. Вот он был четыре года президентом, он Путина на словах просто всячески как бы облизал, даже стоял там, глядя на него так, как бы, очень почтительно в Хельсинки. И ни одной меры, ни одного действия в пользу Путина, да, как бы санкции, как накладывались, так накладывались. Оружие Украине в небольших количествах, но начало поставляться именно при Трампе. Да, то есть, как бы, он Путина точно так же развел, как он разводил, по мнению его критиков, предыдущих, предыдущих людей. То есть, он на словах друг Путина, но вообще-то, вообще-то, как американский лидер, американский президент, он Америка фест. Для него Путин, это такой же, как бы, это такая же, не знаю, как бы, картинка в телекане, которая для него абсолютно не важна. Я думаю, что когда он стоял с Путиным в Хельсинки, он думал о чем-то другом, о том, как он вернется, вернется в Америку. Ему Путин вообще никак не важен. Напоследок, хотел бы еще поговорить о действующем президенте Соединенных Штатов Америки и, собственно говоря, о его взаимоотношениях и с президентом Российской Федерации, его отношениях к Украине. Смотрите, некоторые аналитики сейчас говорят о том, что своим приездом Джо Байден еще раз подчеркнул, что победа Украины это будет победа демократов американских. Проигрыш Украины, как это, ну, не прискорбно, ну, проигрыш, давайте так, не такая победа, как на которую рассчитывает Запад, это будет проигрыш тех же демократов, потому что слишком много усилий и политических, и финансовых было вложено в поддержку нашей страны. Согласны ли вы с таким утверждением и действительно ли сейчас действующая администрация президента Байдена готова пойти на все возможное, ну, на все инструменты, которые у них сейчас есть, для того, чтобы все-таки помочь обеспечить Украине победу в таком понимании, которое можно будет показать мировому сообществу? Понимаете, я вот не уверен, что поддержка Украине, она опирается вот на то, что вы сказали, что это типа важно для демократов, что это важно, что перформативно. Поддержка Украине со стороны США, со стороны Западной Европы, она связана прежде всего с тем, что Украина – это жертва агрессии, жертва того, что Нюрнбергский трибунал назвал агрессивной войной и главным военным преступлением. И вот это то, что Россия напала на Украину, то, что Россия бомбит украинские города, то, что Россия ввела танки, российские танки на украинской земле, то, что Россия оккупировала украинские территории, вот это вот основная причина поддержки. Это неважно, демократ у власти или не республиканец. То есть, конечно, Байден опытнейший политик. Конечно, из всего, чего он делает, он хочет извлечь политическую выгоду. И из его качественной поддержки Украины, из его визита в Киев, он, конечно, извлечет максимум политической поддержки. Но это заблуждение думать, что он ради этой политической поддержки делает причину. Это то, что война, это преступная война, то, что все страны в мире, включая Китай, считают, что воин с захватом чужой территории быть не должно, что Россия должна вывести войска. Вот это основная причина, почему поддерживают Украину. Ну, конечно. Да, я абсолютно с вами согласен. Я не говорил о том, что Байден... Это правильно, что Байден пытается использовать свою поддержку Украины для увеличения шансов демократов. Но это не причина, почему он этим занимается. Прошу прощения. Константин Асакович, напоследок бы хотел такой полуриторический вопрос. Ну, вот смотрите, уголовное дело на вас открыто. Вполне возможно, что как с Аббасом Галямовым, с которым интервью, кстати, можно посмотреть на YouTube-канале Дмитрий Гордон недавнешний, вот объявили теперь его в уголовный там розыск. Вероятно, что на территории Российской Федерации пока при власти действующих функционеров Кремля у вас, наверное, не получится, если вы только не хотите попасть за стенки. Как вы считаете, та власть, которая может прийти после Путина, она... Вот вы уверены в том, что она будет лучше, чем та, которая есть сейчас? Вы уверены, что при этой смене власти вы сможете вернуться в Российскую Федерацию? Вот помните, сколько людей было арестовано, сколько людей было убито в сталинские годы и в брежневские годы было арестовано немало, конечно, не было массовых репрессий, конечно, не было там расстрелов по политическим делам, но было много арестов. Все эти люди с точки зрения закона, они считаются сейчас не только реабилитированными, но и несудимыми, да? Вот эти все преследования, это все было незаконно. Точно так же и нынешние, в кавычках, законы, которые позволяют преследовать за слова, они и не конституционны, они и незаконны, конечно, это все будет отменено. Я надеюсь, что это будет при моей жизни, и я смогу вернуться, что те, кто начинали эти дела, не только военные преступники, но и те, кто занимались преследованием российских оппозиционеров, я даже не могу себя причислить к оппозиционерам, я просто ученый и публицист российских интеллектуалов, вот те, кто воевал с российской культурой, наукой, что они тоже будут привлечены к ответственности. Но вы уверены в том, что, ну вы лично, по вашему ощущению, что после Путина к власти в России придет человек, и этот человек будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас? Смотрите, я думаю, что да, любой будет лучше, это точно так же, как я думаю, что если бы в 1944 году Гиммлер бы сменил Гитлера, то было бы лучше, да, потому что любой человек, который сменит Путина, он прекратит войну, начнет выводить войска, начнет открывать, откроет переговоры, выпустит заключенных, любой, даже если это будет там какой-то пробитый чувак из армии или ФСБ, все равно, потому что это нужно стране, это ему нужно будет для удержания власти. Соответственно, любой человек будет лучше Путина. Будет ли после этого у России шансы на качественное развитие, это другой вопрос. Но при Путине-то его точно нет. Друзья, я уверен, у вас есть свое мнение по поводу последнего тезиса Константина Исаковича, обязательно напишите его в комментариях под этим видео, также не забудьте поставить лайк на сегодняшней беседе, друзья, и если вдруг вы этого еще не сделали, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона, подпишитесь обязательно для того, чтобы не пропускать новое интервью. Константин Исакович, спасибо вам огромное, что нашли время, друзья, спасибо, что смотрели, всего доброго. Вам спасибо.